Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Повезло в лотерею, повезет ли с Набу? Невероятно удачливого в азартных играх Олега Лешко проверят антикоррупционные детективы. Здесь будет город-сад. Получится ли построить лыжный курорт в Закарпатье? Кто против и почему? Независимость с последствиями. Как официальный Мадрид реагирует на решение Каталонии о самостоятельности? Невероятным везением главного радикала Олега Лешко заинтересовались в Набу. Глава бюро Артем Сытник заявил, что ведомство проверит, действительно ли нардепу трижды подфартило на футбольных ставках. О каких суммах идет речь? Давайте вспомним. Выигрышные лотерейные билеты буквально сами липнут к нардепу-радикалу Олегу Лешко. На днях борец за правду и крестьян в своей декларации указал, что заработал на ставках лотереи чуть более полумиллиона гривен. Причем фортуна лукнулась трижды. Сначала повезло на 280 тысяч, а потом удачу уже было не остановить 134 и 153 тысячи подряд. В начале появилась информация, что Лешко выиграл в национальную лотерею. Затем везучий депутат заявил, делал ставки на футбольные матчи. Ставил там, где высокий коэффициент. Ставил на шахтер, за который болею, ставил на Ливерпуль. Выиграл, заплатил налоги. Так и и раньше зарабатывал деньги. Кстати, с Расситой я познакомился 20 лет назад в зале игровых автоматов. При этом нардеп никаких квитанций о ставках никому не показал. Все анонимно. Секретность подтвердили и в национальной лотерее. На соцсети буквально взорвались от удивлений и насмешек. Дескать, почему депутатам везет больше, чем простым украинцам. Тем временем фортовые доходы пообещали проверить в национальном агентстве по предотвращению коррупции. На очереди НАБУ. Показать санитарам нардепа Вадима Рабиновича хотят заставить пройти наркологическую и психоневрологическую экспертизы. С таким требованием намерен обратиться в суд журналист издания «Украинские новыны» Василий Кручак. Почему, разбирались мои коллеги. Рабинович употребляет. С таким вердиктом журналист Василий Кручак намерен обратиться к Фемиди. Будет требовать от нардепа протитест на наркотики и вменяемость. По его словам, Вадим Рабинович не брезгует кайфом, что объясняет его, мягко говоря, странное поведение и заявление. Речь идет об очередных обвинениях нардепа в адрес журналиста. Якобы тот покушался на его жизнь. А еще, как заявил Рабинович в телеэфире, Кручак причастен к покушениям на радикала Масейчука и депутата Везунчика Лешко. О своих намерениях обратиться в суд журналист сообщил на своей странице в Фейсбуке. И пообещал, если в организме Рабиновича не найдут наркотиков, Кручак публично извинится перед нардепом. А вот если подобные вещества обнаружат, просить прощения за клевету придется уже одиозному народному избраннику. И это не последнее условие. Извиняться за свои слова Рабиновичу придется в прямом эфире и показать вот эту картинку, которую журналист опубликовал в соцсети. Напомним, 25 октября Кручак обвинил нардепа Вадима Рабиновича в том, что он лично поджег свой дом ради самопиара и повышения рейтинга. Еще раньше, по словам журналиста, причиной конфликта стал его интерес к митингам сторонников партии «За життя» возле здания НБУ. По словам журналиста, он снял видео, подтверждающее, что акции проплачены. Поэтому заявление Рабиновича в свой адрес считает обычной местью. Мадрид готов взял Каталонию, уже взял под полный контроль. По крайней мере, так заявило сегодня утром испанское правительство. Руководителей полиции уволили, а во главе региона вместо Карлоса Пучдемона поставили испанского вице-премьера Сарайо Санчес де Санта-Мария. Это ответ на объявление каталонским парламентом о независимости региона. Как отреагировали люди, кто фактически сейчас контролирует Каталонию, выясняла Елена Абрамович. Его уволили, но он не признает своей отставки. Глава женералитета Каталонии, со вчерашнего дня уже бывший, Карлос Пучдемон обратился к народу в СМИ. И призвал мирно защищать независимость, которую Каталония объявила накануне. Мы не хотим провоцировать применение силы. Необходимо продолжать работать, учитывая трудности нынешнего времени. Мы продолжим трудиться ради создания свободной страны. Ранее Пучдемону предлагали вариант загладить ситуацию, распустить парламент и объявить новые выборы. А еще приехать на заседание испанского сената для дискуссии. Но вместо этого Пучдемон поставил вопрос независимости на голосование каталонского парламента. Резолюция утверждается парламентом. 70 голосов за, 2 против, 2 воздержались. Каталонцы праздновали, а на сайте Википедии в считанные минуты статью о Каталонии внесли изменения. Теперь это спорная территория. Тем временем уже испанский сенат проголосовал за приостановление автономии региона. Я распустил парламент Каталонии и призвал провести выборы в этом регионе 21 декабря. Вчера у президента Женералитета был шанс вернуться к законности и объявить выборы. Именно этого просило подавляющее большинство жителей Каталонии. Руководителей полиции поменяли. А обязанности главы Женералитета временно будет выполнять вице-премьер-министр Сарайя Санчес де Санта-Мария. Сегодня утром жители Мадрида вывесили на балконах испанские флаги, а потом вышли на митинги за единство Испании. Они перешли черту, это однозначно, и государство поставит их на место. Сейчас фактически ситуация поворачивается на 180 градусов. Я не волнуюсь, все будет хорошо. Мы можем жить вместе и иметь нашу автономию, но это все Испания, и с ней надо считаться. По-моему, правительство все сделало правильно. А вот в Барселоне сторонники единства Испании после демонстрации напали на офис каталонского радио. Местные СМИ также сообщают о беспорядках на улицах после протестов. Каталонцы остались в смятении. Признаюсь честно, я от этого уже устал. Ситуация утомительная, и это уже навевает скуку. Мы слышим одно и то же снова и снова, каждый раз громче. Я за независимость. Ситуация достигла апогеи, и мы не можем позволить подавить нас. Это не самый лучший вариант, но они не оставили нам выбора. Чтобы сгладить напряжение, каталонская полиция уже под испанским руководством призвала сотрудников вести себя нейтрально и не занимать какую-либо сторону. Но сопротивление возрастает. Журналисты, учителя, пожарные уже заявили, не собираются выполнять приказы Мадрида. В Брюссель тем временем вмешиваться в ситуацию не собирается. Президент Еврокомиссии заявил, Евросоюзу не нужны расколы. А глава Совета ЕС подчеркнул, работать будет только с Испанией. Поддержку Мадриду высказали и ряд западных политиков. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Досрочные парламентские выборы сегодня проходят в Исландии. После скандала с премьер-министром избирательные участки открылись в 9 утра по местному времени, будут работать до 10 вечера. Первые результаты обещают огласить завтра утром. По данным соцопросов, лидерство прогнозировали консервативные партии, почти 25%. За партию зеленых готовы были проголосовать около 17% избирателей. И третье место отдавали социал-демократам. Напомню, президент распустил правительство после того, как отец премьер-министра страны поддержал просьбу о помиловании осужденного за педофилию. В Киеве полиция устроила облаву в одном из ночных клубов. В результате 30 молодых людей отвезли в военкомат. По словам представителей заведения, полицейские искали наркодилеров и при этом избивали всех, кто пытался снимать видео или фотографировать. В полиции пояснили, что ночной клуб работал без документов и 17 человек, у 17 человек изъяли наркотические вещества. Те же, кого доставили в военкомат, уклонялись от службы в армии. Нашли наркотики и в Тернопольской области. Настоящие конопляные. Урожай полиция изъяла у местного жителя. На чердаке одного из частных домов обнаружили около 200 растений, почти 50 килограммов измельченной конопли, 2 литровые банки сушеной и перемолотой марихуаны, а в довесок несколько пистолетов и патроны. Коноплю мужчина разводил на собственном огороде, тщательно маскируя кусты за другими растениями. Задержанный уверял, что наркоторговлей он не занимается, все растит только для себя. Подозреваемому грозит до трех лет тюрьмы. Наиболее напряженная ситуация в зоне АТО на Донецком направлении. Возле поселка Зайцево ночью боевики обстреляли позиции военных из противотанкового гранатомета и пулеметов. Двое бойцов были ранены, а днем противник ударил из пехотного вооружения по защитникам Авдеевки. Несмотря на обстрелы, сегодня в городе прошла акция. В небо на гелевых шарах запустили огромный флаг Украины. Все подробности расскажет Руслан Смещук. Окраина Авдеевки. 100 килограммов жиженного гелия, десятки шаров, флаг длиной 20 метров и шириной 6. Пошитые патриотами из оккупации, которые специально для этого приехали на подконтрольные территории. Они проявили уважение к родине Пошили, а мы проявим уважение. Отправим его обратно на родину тем, кто его Пошил. Я сама закупила на территории. Для нас, мабуть, все кольори найдорожшие. Потому что на вильной земле так не відчуваешь родность их. Поэтому я хочу, чтобы мои земляки, какие там, какие патриоты, чтобы они также знали, что про них не забыли, и что все равно все будет Украина. Некоторые скрывают от камер лица, но не скрывают слезы. Я тут, 80 километров от селя Мидии. Я уже два года тут, в Краматольску. А там залишились мои родители, мои друзья, те, которые не зрадили родной земле. После более часа подготовки, все это время находящаяся рядом Авдеевская промзона и шахта Бутовка гремят обстрелами, конструкция готова. Но организаторы несколько не рассчитали. И поэтому тяговой силы не хватает. Работать! Пускай, пускай! Ай-яй-яй, пошел! Пошел, зараза! Сейчас все будет нормально. Пока все думают, как снять флаг, к делу подключаются ранее молча наблюдающие за всем жителей Авдеевки. Азарт запуска, похоже, захватывает и их. Давай, 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 давай! Ебать! Нет, он падает. Уже во дворе флаг ловят и опускают на землю. После все шары с гилием перевязывают на другую часть флага, идут на новое место. И вот он, второй запуск. Вот, бросили, бросили, бросили! Давай, позируй, родненький! Из-за ветра флаг полетел не в Донецк, а в сторону оккупированной Горловки. Впрочем, похоже, никто из присутствующих об этом не сожалеет. Руслан Смещук, Владимир Ивун и Евгений Малярчук. Подробности, телеканал Интер. Десять тысяч военных пострадали за последние три года. И это не боевые потери. Более двух тысяч из них погибли. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос. Причины такой шокирующей статистики, по его словам, это нарушение бойцами устава и халатное отношение к службе. Тем не менее, в Минобороны сообщили, что в этом году подобных смертей стало меньше. Главными причинами подобных небоевых потерь в министерстве называют болезни, ДТП, неправильное обращение с оружием и нарушение мер безопасности. Резолюция ООН о введении миротворческой миссии на Донбасс может быть готова до конца этого года. Об этом на встрече с украинскими нардепами сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Он уже готовит тезисы к этому документу. По мнению Волкера, миротворцы должны контролировать всю оккупированную территорию Донбасса, в том числе и украинско-российскую границу. Также миротворцам ООН должны будут открыть доступ к местам дислокации тяжелой техники. Взрыв прогремел этой ночью в одном из кафе Константиновки Донецкой области. Два человека ранены. Молодой мужчина во время ссоры с посетителями бросил боевую гранату. Злоумышленника задержали. По данным полиции, у него изъяли предметы, похожие на подрывники кустарного изготовления, а также фрагмент запала от гранаты. Жизни пострадавших сейчас ничего не угрожает. При этом оказали медицинскую помощь и открыли уголовное производство. 73-я годовщина освобождения от нацистских захватчиков. В Киеве прошли памятные мероприятия на площади Славы. Президент Петр Порошенко вместе с героями АТО и ветеранами Второй мировой войны почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к могиле неизвестного солдата. Почтили память погибших освободителей Украины от нацистов и оппозиционеры, также возложили цветы к памятнику Славы в столице и пообщались с теми, кто принимал участие в освобождении страны в 40-х годах прошлого столетия. Сейчас, по словам политиков, главная проблема ветеранов – это соцобеспечение и низкие пенсии. Даже несмотря на то, что после принятия пенсионной реформы соцвыплаты в этом месяце повысили. Мы обращаемся сейчас в Конституционный суд с требованием отменить все негативные нормы этой пенсионной реформы. Мы зарегистрировали в проекте бюджета требование установить минимальную пенсию 3200 гривен и провести осовременивание и повышение пенсии для всех, а не делить людей на тех, кому повысили и на тех, кого сегодня оставили умирать. В Харьковской области полиция ищет мужчину, стрелявшего по прохожим. Это становится уже каким-то непонятным трендом. Произошло это около двух часов ночи. Огнестрельные ранения получили трое молодых людей 18, 19 и 28 лет. Неизвестный внезапно открыл по парням стрельбу, когда они стояли у киоска. Об этом сообщают в полиции. На месте происшествия правоохранители нашли также газовый баллончик. Стрелка разыскивают. Состроение пострадавших медики оценивают как удовлетворительное. Жаркие споры и даже судебные иски спровоцировал проект нового лыжного курорта «Свидовец в Закарпатье». Его строительство одобрили местные райадминистрации, а вот жители прилегающих поселков восприняли неоднозначно. Почему они не рады новым возможностям, выясняли мои коллеги. Вот здесь, на Свидовецком хребте, планируют строить лыжные трассы, рестораны и отели. Показывает француз Орест Дель Соль. Он приехал в Закарпатье 20 лет назад и решил остаться. Говорит, украинские Карпаты уникальны. Нигде в Европе уже не осталось такой нетронутой природы. Жители одного из ближайших сел Лопухов боятся, что строительство горнолыжного комплекса спровоцирует паводки и оползни. Пропадет вода в колодцах. Экологи их опасения разделяют. Уси водоносные артерии порозрезаются, потому что тут взбирается вода, которая потом спускается в низкие районы, села и так далее. А с водой у нас проблемы даже в горах. Летом вода почти высыхает. Полунины, а также те гирские водноболотные гидти, высокогирные, они выполняют стримуючую роль. Роль такой губки, накопичивающей. Там стримаются все эти опады. Так же эту роль отиграют лесы. Начинается строительство. Строительство всегда эрозии. Три депутата Лопуховского сельсовета уже оспаривают в суде решение Тячевской и Раховской райадминистрации, которые одобрили строительство горнолыжного комплекса. Его детальный план на стене кабинета поселкового головы Ясеня. Масштабы поражают. 230 километров лыжных трасс, 60 отелей, 120 ресторанов и даже аэродром. Одновременно здесь смогут отдыхать почти 30 тысяч туристов. Люди за то, чтобы туристы проживали в Ясенях и катались на лыжах. Чтобы село было приедено до загального комплекса. Люди не есть сами против себя. Туристы стоят какомога больше. Жители Ясеня и Черной Тисы говорят, если комплекс построят, будут рабочие места. Сейчас почти половина жителей уезжает на заработки за границу. А еще наконец-то появятся дороги, канализация и водоснабжение. Для села будет хорошо? Для молодежи будет работать. У нас люди поддерживали нормально. У нас было 200 человек в клубе. То два человека были против. Сразу прекратить рубка леса. Они возьмут, например, свои, где им нужно, например, на ТТ-подъемники. И остальное все они будут сохранять. В обладминистрации утверждают, количество туристов, которые хотят отдохнуть в Карпатах, с каждым годом растет. Принимать их негде. Упавла гривня. И за 100 долларов там можно яичницу поснедать. А тут можно неделю отдохнуть с вином, с паленкой. Людям где-то нужно отдохнуть. Значит, не на каких-то там ехать, что сам пан Склепов, как говорят, в Польше. А нужны современные курорты, современные готели. Быть ли горнолыжному курорту на Свидовецком хребте? Последнее слово за Кабмином. Только в правительстве могут принять окончательное решение о выделении земли под строительство курорта. Марина Коваль, Жанна Дучак, Юрий Ковалев, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер. Расстрелянное возрождение. 80 лет назад, в октябре 37-го, были массово уничтожены несколько десятков украинских писателей. По абсолютно нелепым обвинениям за то, что пытались вписать украинскую культуру в мировой контекст. Документальный фильм, посвященный трагической судьбе украинской интеллигенции, показали сегодня в Харькове. Кто они? Жители дома слова. Подробнее в материале. Тиркино подъехала до вокзала. Дивлюсь вот такими великими литерами. Харьков написано. Дивлюсь не Харьков, а Харьков. На что, пытаюсь, вы нам испортили город? 20-е годы прошлого века. Харьков – украинский город. Сосюра, Тычина, Кулиш, Остап Вишня, Микола Хвилевый, Лейс Курбас. Эти харьковские поэты и писатели собирали толпы людей. Их узнавали на улицах. Измученные жизнью в коммуналках, деятели искусства создали кооператив. Начали строить себе дом. Дом слова. В Нагирном районе Харькова стоит огрядный пятиповерховый будинок. Когда посмотреть на него с горы, он напоминает великую друкованную литеру «С». Этот фильм – путешествие по квартирам жильцов дома слова. Только документальные сведения. Материалы четыре года собирали в архивах. Написаны, скажем, «Соловки» в Холюшем. И в этом просто тряпят руки, когда ты это берешь, и ты понимаешь, звідки он писал, кому он писал, что он писал в своей дружине. И это, может быть, даже тяжелее. Ты имеешь в руках свечения того, незламной воли людины, которая, перебивая в Соловках, в заслании, знаходит слова любови до своей дружины. Ради дома некоторые писатели пошли на сделку с властью и не выдержали. Фильм заканчивается самоубийством Хвилевого. Он застрелился, узнав о настоящих масштабах голодомора в Советском государстве. Я сейчас покажу вам, как романы нужно писать. Многие жильцы дома слова были расстреляны, прошли через ад, концлагерей и психбольниц. И когда помощник лекаря Бородин, что душил меня средневековым приемом за горло, ввел меня с санитарами в буйный дом, я плакал и просился. Дядя, я больше не буду. А потом товарищи говорили, жартуючи между собой, что божевильный сосюра пише вірши краще, чем нормальный колык. Поэтому лента, говорят авторы, еще и предостережение современникам. На жаль, эта элита была одномоментно знищена. Поэтому этот фильм, насамперед, скажем так, «Будинок слова», это символ величии украинской культуры, но это и символ тоталитаризма. Именно поэтому этот фильм сегодня актуальный, потому что это вызывает не допустить тирании в стране. Фильм уже увидела польская публика. Мы презентовали фильм в Варшаве на международном кинофестивале классу А. И мы видели, как смотрится аудитория, как она реагирует. У нас 40 минут. Люди после переглядя фильма задавали вопросы, слушали ответы. После Харькова фильм покажут в Киеве и Одессе. С 9 ноября ленту запустят в широкий прокат. А в январе о жителях Дома слова начнут снимать полнометражную игровую ленту. Светлана Шикера, Александр Яновский, подробности, телеканал Интерхарьков. Массовым ответным ударом КНДР пригрозил глава Пентагона. Джеймс Мэттис заявил об этом во время визита в Сеул. Соединенные Штаты никогда не признают ядерную Северную Корею. И в случае атаки на США либо союзников готовы ответить военным ударом, подчеркнул Мэттис и призвал Пхеньян не допускать подобных шагов. В Сеуле глава Пентагона провел ряд встреч, в том числе и с министром обороны Южной Кореи. Стороны согласовали меры по усилению военной защиты обеих стран. Террористы охотятся на террористов. В Израиле обсуждают покушение на главу службы безопасности Хамас в секторе Газа. Сначала в этом обвинили Израиль, но оказалось, что к инциденту он не имеет никакого отношения. Чьи уши торчат из этой истории, расскажет Сергей Услендер. Чума на оба ваших дома. Примерно так можно было бы озаглавить эту новость, которая поначалу выглядела вполне серьезно. На главу безопасности Хамас в секторе Газа Тауфика Абу Наима было совершено покушение. После молитвы в мечети он сел в машину, завел ее и автомобиль взорвался. Сам Абу Наим, правда, пострадал не очень сильно. Можно сказать, отделался легким испугом. Он сейчас в больнице с небольшими ранениями. Там его навещали лидеры террористов, желали скорейшего выздоровления. По поводу покушения первым делом все подумали, конечно, на Израиль. И это, в общем-то, логично. Иерусалим не раз и не два заявлял, что продолжит ликвидации главарей Хамас и безопасных мест в мире для них нет. Так что заявление представителей этой организации было вполне ожидаемым. Сегодня мы прямо обвиняем оккупантов, которые не хотят, чтобы палестинский народ был в безопасности и чувствовал себя уверенно. Мы говорим о том, кто больше всего выигрывает в такой ситуации. Это, конечно, оккупационный израильский режим, и эта попытка должна повлиять на палестинское национальное примирение. Однако заверяем наш народ, мы будем продолжать процесс, несмотря на эту рану. По поводу национального примирения Аль-Хая имел в виду следующее. Террористы из Хамас действительно ведут переговоры с представителями властей палестинской автономии, которые находятся на западном берегу. В 2007 году, я напомню, Хамас путем вооруженного переворота захватил власть в секторе Газа и с тех пор отношения с Рамалой у него, мягко говоря, натянуты. Но вот по поводу покушения, в данном случае Аль-Хая, что называется, попал пальцем в небо. Оказалось, что организовали его другие террористы из исламского государства. На территории Анклава, то есть сектора Газа, действуют несколько группировок, связанных с халифатом, отличающихся особой жестокостью даже на фоне Хамас. Они организуют теракты, обстреливают Израиль ракетами, чтобы спровоцировать новую войну. Но вот войны Хамас как раз не хочет, а хочет любыми средствами сохранить власть. Поэтому и преследуют радикалов со всей настойчивостью. В Израиле отношение к этой истории такое. Хамас, конечно, враг, и враг опасный, но известный, а потому предсказуемый. А вот джихадисты куда страшнее, поэтому Иерусалим не будет мешать никому преследовать их даже своим врагам. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Полиция Греции арестовала подозреваемого в терактах. Это 29-летний мужчина. Имя его пока не раскрывают, но подозревают в подрыве автомобиля экс-премьера Греции Лукаса Попадемаса в начале этого года. Кроме того, он отправил несколько посылок со взрывчатым веществом в различные офисы международных организаций. Одна из них взорвалась в штаб-квартире МВФ в Париже. Полиция вышла на злоумышленника по фальшивым документам. Во время обыска в его квартире нашли оружие, патроны и взрывчатку. Каждому гостю по восьмому айфону, где дарят такие подарки. Как спасли современного Робинзона Круза у берегов Швеции и драка гигантов, как повздорили баскетболисты в NBA. Об этом не только в нашем обзоре. 24 года в тюрьме проведет итальянец Валентино Талутто. Следствие доказало, мужчина специально заразил вирусом иммунодефицита 30 женщин. После того, как в 2006-м медики поставили Талутто диагноз ВИЧ, итальянец намеренно без средств защиты, переспал почти с полусотней женщин. Самой младшей было 14. Свои жертвы бухгалтер находил в соцсетях и на сайтах знакомств. Адвокат 33-летнего мужчины пытался доказать, что действия клиента были неумышленными. Гостям свадьбы в Саудовской Аравии подарили айфоны. Один из участников церемонии заснял, как коробки с новенькими айфонами 8-й модели вносят в зал, где проходит свадебная церемония. Сначала видео появилось в соцсетях, потом его распространили египетские СМИ. Известно, что торжество проходило в городе Джидда на западе Саудовской Аравии. После того, как организаторов свадьбы стали обвинять в расточительстве, они заявили, в коробках из-под айфонов были восточные сладости. У берегов Швеции спасли незатейливого путешественника. Россиянин попытался на лодке добраться из Стокгольма в Испанию, но не получилось. Через два дня лодка потерпела крушение. Шансы выжить на каменистом островке у мужчины были минимальные. Из МХА он выложил гигантское слово «Хелп, помогите». Служба береговой охраны Швеции заметила знак с воздуха. В итоге спасатели забрали мужчину на вертолете. Шоколадный показ мод прошел в Париже. Все наряды моделей были изготовлены из элитных сортов шоколада. Даже вот это белое убранство и то из сладостей. Кондитеры вместе с модельерами создали 15 десертных нарядов. Дефиле проходило в рамках шоколадной выставки. В ней принимают участие полтысячи кондитеров из 60 стран мира. Мастера привезли в столицу Франции свои лучшие работы. Масштабная драка в Национальной баскетбольной ассоциации повздорили игроки Вашингтона и Голден Стейт. Во второй четверти на площадке сошлись два двухметровых гиганта Дреймонд Грин и Брэдли Билл. Через мгновение на паркет выскочили запасные, тренеры и массажисты. В общем, все. Толкались до 20 человек. Когда страсти утихли, судьи удалили двух баскетболистов-зачинщиков. В итоге выиграли Голден Стейт. А вот в Боливии футбольный матч прервал пес. Собака выбежала на поле во время поединка национального первенства между Блумингом и Националь-Потаси. Четырехлапой схватил мяч в зубы и долго бегал с ним по полю. Болельщики на стадионе пришли в восторг. Шоу, устроенное собакой, понравилось им больше, чем сам футбольный матч. Еврокомиссия изучает требования об отмене перехода на летнее время. Эта тема давно вызывает противоречивые оценки. Обычно люди сетуют на то, что весной при переходе на летнее время у них забирают час сна. Впрочем, украинцы уже завтра смогут поспать подольше. В ночь с субботы на воскресенье Украина переходит на зимнее время. Стрелки часов следует перевести на час назад в 4 утра. Подобная практика существует в 110 странах мира, чтобы люди могли работать дольше и при этом меньше использовать искусственное освещение. По мнению врачей, переход на зимнее время дается легче, чем на летнее. Человеческий организм привыкает к новому режиму в среднем в течение двух недель. Это все на сегодня. Хороших вам новостей, сладких снов и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин